Супруги приютили бездомную кошку, а та стала стремительно толстеть. Люди радовались, что откормили Мурлыку. А зря… Кристина Наточиева неоднократно помогала уличным котейкам, поэтому неудивительно, что сейчас у нее живет не одна, а четыре кошки. Все началось с Бонни. Как-то раз девушка шла на работу, когда заметила тощую кошку, жалобно плачущую в подъезде. Кристина, не раздумывая, отнесла ее домой, зная, что добрый супруг накормит животное. Она думала, что потом муж вынесет Мурлыку обратно в подъезд. Но, вернувшись домой, увидела счастливую и сытую кошку, которая уже сидела на диване и умывалась. Первое время супруги радовались тому, что Бонечка начала стремительно поправляться. Они были почти уверены, что просто хорошо кормят животное. Но кошка оказалась беременной. Вскоре она родила четверых котят, которым дали возможность спокойно вырасти и набраться сил, а потом троих пристроили в хорошие руки. Четвертую же девочку муж с женой оставили у себя, назвав ее Фэнси. Немного позже в доме появилась еще и пятнистая кошечка по кличке Плюша. Супруги встретили ее на улице, когда возвращались домой из магазина. Пожалев Мурлыку, Кристина отнесла ее подальше от дороги к своему дому, чтобы она могла погреться в подвале, где живут другие кошки. Но питомица вскоре поселилась прямо в подъезде, а уже оттуда Кристина переехала к супругам. И хотя Кристина с мужем на тот момент жили в комнате в общежитии, они рискнули взять третью кошечку. А когда молодые люди переехали в квартиру, они встретили еще одну Мурлыку. Питомица была беременна и жила в подвале их дома. Супруги жалели ее и каждый день приходили кормить. Малышей, которых родила кошка, никто не видел. Наверное, их загрызли собаки или же случилась другая беда. С наступлением морозов, еда и вода, которую выносила кошки Кристина, стала замерзать примерно за час. Животное перестало выходить на улицу, и девушка видела, как оно трясется от холода, выглядывая в подвальное окошко. Конечно, было непросто решиться завести четвертую кошку, но Кристина с мужем больше не могли смотреть на страдания животного. Вскоре в доме появилась черная Барси. Спасибо этой чудесной семье за помощь животным, которую они готовы оказать, невзирая на жизненные трудности.